Приветствую, друзья! Почему так важна история протестов против ареста губернатора Фургала в Хабаровске? Ну, потому что она не про Фургала. Она про всю страну. Про общее беззаконие, про уничтожение федерализма, про бесправие людей. Вот что возмутило и продолжает возмущать хабаровчан? Ну, очевидный вопрос. А почему именно сейчас, в 2020 году, их губернатору вдруг предъявляют обвинения в преступлениях 2004-2005 года? Вот почему 15 лет это никого не волновало, а сейчас вдруг спецназ, арест, этап в Москву? Губернатора обвиняют в убийствах двух предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах. В ходе расследования Фургал задерживался по подозрению в причастности, но потом был отпущен. Обвинения против него были сняты, якобы из-за давления на правоохранительные органы. Вместе с тем, следствию известно, что в то время Фургал, являясь крупным предпринимателем и депутатом, имел возможность оказывать серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции в регионе. Давление? Он что, угрожал милицейским генералам? Как? Почему они об этом не заявили? Ни тогда, ни сейчас. Или он их коррумпировал? Тогда кто эти высокопоставленные сотрудники милиции в регионе? Почему мы не слышим их фамилий? Это же уголовка в чистом виде. Эти же милицейские генералы должны сидеть на одной скамье подсудимых с Фургалом. Где они? А где прокурор края, который надзирал за средствами и пропустил это? А где начальник регионального управления ФСБ, который следил за кристальной честностью и прокурора, и милицейских начальников? Впрочем, это простой вопрос. Мелкая рыбешка. На фоне такого протеста тихо сдадут, а потом так же тихо отпустят. А вот вопрос посложнее. В 2007, 2011, 2016 годах Фургал избирался депутатом Государственной Думы от ЛДПР. В 2018 он был избран губернатором Хабаровского края. Это значит, что как минимум четыре раза Фургал должен был проходить проверку ФСБ уже на федеральном уровне. Как все четыре раза человек, ранее арестовываемый по подозрению в двойном убийстве и уклонившийся, как говорят, только благодаря давлению, проходил эту проверку? За деньги? По приказу? Благодаря разгильдяйству сотрудников? Или опять давление? Тогда непосредственные проверяющие и их начальник должны пойти по статье, под суд, а директор ФСБ должен вылететь с несоответствием с занимаемой должностью. В любом случае, Фургал не может сидеть один. Если он виновен, то покрывавшие и проверявшие его силовики тоже должны пойти под суд. Если не виновен, то под суд должны пойти те, кто фабрикует против него дело. Помните громкое дело о перестрелке на Ротчельской улице в Москве? Ну да, дело с Шакро Молодого. Там в результате крупный бандит загремел под следствие. А ребята из Следственного комитета решили помочь. И пытались смягчить статью с вымогательства на самоуправство. Сели всем управлением, вплоть до главного безопасника Следственного комитета. Понятно, что был конфликт внутри силовиков, и именно из-за него дело вылезло наружу. Но это был простой бандит. Или смягчение статьи. А тут у вас депутат ЗАГС Собрания, депутат Госдумы, губернатор региона. 15 лет, как говорят, успешно скрывает два убийства. И ничего, разве что пешки пострадают. Значит, прав народ на площади Хабаровска. Не в криминале тут дело. Скорее всего, в бизнесе. Ротенберг, Амурсталь, несколько миллиардов будущих доходов в карман приятеля Путин. Зачем Ротенбергам мог понадобиться завод Амурсталь? Ну как же, собрались строить мост на Сахалин. Ну какое здесь думать про самоуважение хабаровчан? Бабки на кону. Хотя есть мнение, что дело все же в политике. Почему, когда мы 1 июля не поддержали тех о поправке об обнулении в сроках Путина, 9 дней прошло и сразу же прибежал спецназ из Москвы и забрал Сергея Пурганова в Москву? В любом случае, Хабаровск не верит кремлевским властям, не верит в кремлевское правосудие. Мы должны требовать проведения справедливого, открытого, классного разбирательства этого дела в Хабаровске! Ну мы-то с вами тоже не верим. Хабаровск воспринимает арест своего губернатора как посягательство на свои права. Сначала вообще запретили самим избирать себе власть и назначили из Москвы. А стоило один раз избрать самим, так его тут же снимают. И снимают не просто, а с десантом из центра и с маски-шоу. А что же, спросите, делать, если, допустим, губернатор действительно виноват? Как это доказать региону, который не хочет в это верить? Просто. Через процедуру импичмента. Если у следствия есть доказательства вины, скажем, того же Фургала, то пусть глава Следственного комитета Бастрыкин летит в Хабаровск и убеждает Краевую думу. Там 36 депутатов. Именно им надо предъявить доказательства. Убедит. Будет импичмент. Затем следствие и суд. Не убедит. Значит, слабые доказательства. Расследуйте дальше. Но без отставки губернатора и его ареста. А заодно Хабаровская дума, вероятно, спросит Бастрыкина, а как же так получилось, что с 2005 года про убийство все знали, но молчали? Кто в погонах за это ответит? Процедура импичмента для отрешения обвиняемого губернатора – обычная мировая практика. В 2008 году губернатор штата Иллинойс Рот Благоевич был обвинен в том, что пытался продать место Барака Обамы в Сенате. Обама избирался в президенты и освободил место сенатора. По законам штата Иллинойс сенатора в штате назначают губернатора. И вот Благоевич пытался продать это место. За жалкие по российским меркам 250-300 тысяч долларов. У нас место начальника РУВД, наверное, столько стоит. Вот его телефон контролировал ФБР. Последовало обвинение, но для отставки и последующего суда потребовалось аж два импичмента от верхней и нижней палаты парламента штата. И это правильно и нормально. Губернаторы избирают граждане. Губернатор защищает их интересы. Защищает в том числе от центральной власти и должен быть защищен сам. Иначе никакого федерализма быть не может. Губернаторы региона избирают граждане прямым голосованием. Почему его кто-то, кроме граждан, может снять? Чем вот легитимность избранного губернатора отличается от легитимности, скажем, президента? А президента, между прочим, снять можно только через сложную процедуру импичмента. Президент и не может снять глава Следственного комитета, глава ФСБ или какой-нибудь губернатор. Так почему губернатор-то можно? Причем с формулировкой утрата доверия. Чьего доверия? Президента? А он здесь при чем? Это подчиненного можно выгнать с такой формулировкой. А избранного главу региона нет. Граждане наделили его доверием. И только их доверие он может потерять. Это логично и правильно. Но не работает. И здесь мы приходим к тому, почему хабаровская история так важна, и почему она на самом деле не профургала. По конституции, что по новой, что по старой, Россия федеративное государство. Но в реальности никакой федерации нет. Вся власть в Москве. А на местах – вассалы Кремля, ответственные перед Кремлем, а не перед народом своего региона. Так быть не должно. То, что должно быть при федеративном устройстве, хорошо известно. Основу российской государственности должны составлять регионы и города. Федеральный центр должен существовать для регионов, а не регионы для федерального центра. Регионы должны самостоятельно определять и избирать органы власти. Депутат в законодательном собрании, главу региона, региональный суд, регионального прокурора, других высших должностных лиц региона. И глава региона должен быть защищен от уголовного преследования иммунитетом, который снимается через процедуру импичмента региональным законодательным органам. Компетенция регионов и федерального центра должны быть строго разделены. Совместной компетенцией, как мы теперь понимаем, не существует. Регионы должны иметь гарантированный доход, источником которого являются региональные налоги и поступления от независимого, от исполнительной власти фонда региона. Федеральный центр должен осуществлять свою власть в пределах установленной для него компетенции за счет собственных доходов и сночником которого являются федеральные же налоги. Федеральный центр, конечно, должен обеспечивать защиту основных прав и свобод человека, а также безопасность и единство федерации. В свою очередь, для баланса региональной власти нам нужна дееспособная муниципальная власть. Местное самоуправление в пределах своей компетенции должно быть независимо от государственной власти, а не так, как теперь в поправках. Органы власти местного самоуправления должны избираться населением и иметь гарантированные собственные источники доходов за счет местных налогов и дотации независимого от исполнительной власти регионального фонда выравнивания доходов. Это минимально необходимые для реального федерализма условия. Понятно, что Путин делает ровно противоположное. Вот мы это видели в его этих поправках. Он вцепился в централизованную власть. Возможность собирать и распределять между своими братками все деньги страны. И он не собирается делиться ничем ни с регионами, ни с муниципалитетами. И сам он власть на места не отдаст. Да и вообще не отдаст. А значит Хабаровск все делает правильно. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok